Неделя Донбасса Дела бюрократические. Как оформить биометрический паспорт переселенцу? Не должно быть лишних каких-то сторонних штампов, которые поставлены под контрольной территорией. В АТО не участвовали, но на землю претендуют. Как делят гектары славянские чиновники? Будем вызывать участника АТО, предлагать ему это место. Если он будет соглашаться, он будет писать заявление, что просит выделить ему этот участок. В Авдеевке высадили аллею мира. Чтобы придать этому мероприятию торжественности, в город приехала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Герасченко. Но как на самом деле проходят будни жителей Авдеевки, узнавал Сергей Горбатенко. 10 апреля в прифронтовой Авдеевке высадили деревья мира. 15 лип и 11 туй. Аллею зеленого будущего заложили в тишине. Обстрелов не было. Мне очень хочется, чтобы эта символическая акция «Посадить дерево мира», чтобы она действительно принесла в Украине и мир, и спокой, и на каждое выжженное русское весное дерево украинцев посадили несколько дерев. О мире говорили в центре города, на бульваре Шевченко. А вот на улице Шевченко о мире уже три года мечтают. В конце прошлого месяца стреляли часто. Сейчас так первое число было немножко тихо, но вот это где-то числа с пятого вот так стреляли. Несколько дней, да, по вечерам. Мы слышали, вас тут на улице мужчину ранило, да? Да, в конце улицы. Ну, так его легонько вроде зацепило. Почти 40 лет здесь живет Владимир. Он и не думал, что сюда придет война. Кто стреляет, непонятно. И стреляют, бывает очень интенсивно. Поэтому страшно. Конечно, страшно. Особенно, когда танки стреляют, мины. Это с пулемета обстрел был. Как раз жена была на улице. И вот как стрельнула, потом ударилась там холодильника в ручку. И она аж упала от страха. От обстрелов мужчина прячется в подвале. Говорит, жене все тяжелее спасаться. Ну, вон туда я опускаюсь. Там лестница такая, что неудобно. Жена у меня очень, ноги больные. С трудом туда опускается. Здесь в любой момент можно попасть под обстрел. Но Владимир разводит уток и кун. Уезжать из дома не собирается. У меня в России есть у жены брат. У меня две сестры там живут. Мы понимаем, что там ничего хорошего нет. Куда мы поедем? Зачем? Там почти такое же самое. Закрываются предприятия. Ну, ничего. А что мы там найдем? Как мы там будем существовать? Момжами быть? Нет. В нескольких минутах езды от Владимира на другой улице живет Надежда. Женщина говорит, в ее дом попал снаряд Града. Полтретьего дня с Града попало. Снаряд застрял в доме, холодильник разбило. Все, что там внутри, меня там ранило. Лежало там, все опаленное, все обожженное. Во дворе у женщины повсюду следы от пули и осколков. Дом пришлось восстанавливать самим. Надежда говорит, шифер помощь от государства получили, но только через год. Ее семья никуда не уедет, денег нет на переезд, как и у соседей. Поэтому многие жители Авдеевки рассчитывают только на себя и на разум политиков. Наверное, только договариваться. Я считаю, допустим, так. Потому что иначе никто же вступать не хочет, территорию никто не хочет отдавать, а мирные люди страдают. Ну, а тогда уж не легче никому, у кого жилье разбивают и так далее и тому подобное. Наверное, только на договорных условиях должно решиться. Иначе, если будет обострение, то будет еще хуже. Но договориться о мире не выходит. Поэтому Пасху тут будут встречать в ожидании обстрелов. Также в Авдеевке наши журналисты поинтересовались у людей, что они думают о безвизовом режиме с Европой. Что вы о безвизовом режиме думаете? Да все нормально, хай будет. Это то же самое, что и вы о нем думаете. Что все это идет на пользу гражданам Украины. Ничего, я не думаю, у меня все равно денег нету ехать туда. Надо людям гроши платить. Пенсию, зарплату, чтобы могли ездить. А что безвизов? Кто туда поедет зараз? В безвизовом режиме что думаете? Ну, наверное, не для нас. А почему? Потому что находимся в таком положении, страна. Нет кошта. Коштов нет. Я только за. Хоть я не поеду, зато дети мои поедут. Вот и все. А то, что сейчас кто-то что-то не мы, дети поедут, внуки поедут, вот и все дела. Я только за. Это замечательно. После принятия Европарламентом безвизового режима для Украины множество людей задумались об оформлении биометрического паспорта, который просто необходим для путешествий без визы. Но смогут ли его оформить переселенцы, узнавала моя коллега Юлия Диденко. Юрий – переселенец из Донецка. Сейчас живет в Мариуполе. Чтобы поехать к родственникам в Польшу, планируют оформить биометрический загранпаспорт. У меня дядька работал в Донецке на одном из предприятий, но так как предприятие закрыли, ему пришлось переехать и занимается бизнесом в Польше. В любом отделении государственной миграционной службы биометрический загран могут оформить не только переселенцы, но и люди, постоянно проживающие на неподконтрольной Украине территории. Для того, чтобы оформить загранпаспорт, в наборе документов не предусмотрена как обязательная справка внутренней перемещенной усобы. Если она была оформлена гражданином, мы просим предоставить, чтобы приложить тоже. Это один из моментов идентификации лица, но она не обязательно. Юрию сегодня не повезло. Его украинский паспорт недавно намок. Все надписи на первой странице размыло. Сотрудники миграционной службы говорят, сегодня порча внутренних документов – главная проблема. Один из сложных моментов – это момент действительности паспортов граждан Украины, наших украинских гражданских паспортов. Должна быть своевременно вклеена фотография по достижению 25-45 лет. И не должно быть лишних каких-то сторонних штампов, которые поставлены на неподконтрольной территории. Большинство ожидающих в очереди люди с оккупированных территорий. Они обращаются именно в Главное управление миграционной службы, потому что здесь заявку на паспорт принимают в режиме живой очереди. Лучше, потому что и удобнее. Приехал, занял очередь и сразу тебя оформляют. Не нужно два раза ездить, чтобы получить талончик. В центральном городском АВИРе действует система электронной очереди. Сначала получаешь талон, на будущий день с определенно указанным временем. Такая же система и в городском центре предоставления административных услуг. С 7 февраля там оформляли загранпаспорта для мариупольцев. С 6 апреля выдача загранов в ЦНАПе временно приостановлена из-за следственных действий Службы безопасности Украины. Восстановить выдачу там документов обещают в течение недели. Набор необходимых документов для всех граждан Украины при получении биометрического заграна одинаковый. Паспорт, заявление, квитанция об оплате административного сбора. Вести с собой фото не нужно. Все сделают на месте, как и отпечатки пальцев. У кого уже был загранпаспорт, необходимо привезти и его. В случае его утраты, старого загранпаспорта, я имею в виду, или же его кражи, нужно предоставить справку о том, что паспорт старый был украден. Это обязательно. Также мы просим с граждан, которые приезжают с временно неподконтрольных территорий, предоставить как можно больше документов с фотографией, потому что нужно идентифицировать гражданина, что это его лицо, его фотография в паспорте. Если вы хотите оформить загран по сокращенной процедуре, оплатить придется 810 гривен. Если по обычной – 557. Однако в Донецкой области со скоростью доставки готовых документов существуют сложности. Нам дается 7 рабочих дней на изготовление паспорта. То есть в течение этого срока паспорт должен быть отпечатан. Но учитывая сложности Донецкой области с доставкой документов, с спецсвязью, мы получаем посылку один раз в неделю. Поэтому понятно, что срок доставки немного увеличивает. В среднем в две недели пока что укладываемся. Забрать готовый паспорт можно только лично, по отпечаткам пальцев. И сотрудники миграционной службы, и сами жители Донеччины говорят, ажиотажа в связи с планируемым введением безвизового режима с ЕС пока нет. Юлия Диденко, Екатерина Ковальчук, Общественное телевидение Донбасса. На землю, выделенную для участников АТО, претендуют славянские чиновники. Кто кому будет соседом, разбирался Дмитрий Журавлев. На территории пока существующего только на бумаге микрорайона «Солнечный», Гурсовет Славянска планирует выделить землю участникам АТО. Под строительство домов определили 21 участок. Будем вызывать участника АТО, предлагать ему это место. Если он будет соглашаться, он будет писать заявление, что просит выделить ему этот участок. Будет делать техническую докумендацию. Она нужна для того, чтобы именно на этого человека была форма, ну уже как бы контентизировать будет. Только для участников АТО, там никто другой получить не может просто. Участки, выделенные военнослужащим, расположены вдоль проезжей части, прямо под трансформаторной станцией. В то же время землю в центральной части микрорайона продолжают выдавать местным чиновникам. На прошлой сессии была выделена земля бывшим заместителям экс-мэра Нелли Штепы, Татьяне Гирко и Александру Самсонову, депутату нынешнего созыва, а также их супругам. На очереди городской голова Вадим Лях, его родной брат, семьи депутатов и предпринимателей. А пока продолжается процедура выделения земли. Единственный житель микрорайона Солнечный, секретарь горсовета Жан Ким. Свой миллион он заработал, будучи предпринимателем. За 2016 год он задекларировал 196,5 тысяч гривен, 8 участков, Мерседес-Бенц, катер и золотые часы стоимостью 160 тысяч. Таким распределением земли недовольны участники АТО. Продолжаю раздавать земельные делянки на микрорайоне Солнечный представникам теперешней и калишней владе и их родичам. То есть действует за принципом «все для своих, а для других даже незаконно». Когда закончится земля на Солнечном, Горсовет планирует выдавать землю в другом месте, на окраине города, но это устраивает не всех. Вот когда приехал из госпиталя, зашел в город с полком, мне сказали, что под застройку дома могу получить, а два гектара не будет, потому что как в Славянске мы не даем от этого. В городе полком, я забыл какой там кабинет уже, будет рассматриваться Семеновка. Но я говорю, я в Семеновке не хочу. Но что делать, если земля, которую предлагает Горсовет, не подходит? Нам рассказал юрист. Он может отказаться от участка, который ему предлагают, и выбрать другой участок. И за ним все равно остается право предоставления участка. То есть он не воспользовался своим правом. Зачастую военнослужащие не знают, каким получить землю, а некоторые, что могут на нее претендовать. А пока участники АТО разбираются в своих правах, землю в Славянске разбирают чиновники. Это были итоги недели Донбасса. Чтобы оставаться в курсе главных событий в Донецкой области, подписывайтесь на наш YouTube-канал Общественное телевидение Донбасса и заходите в наши группы в социальных сетях. Увидимся через неделю. Продолжение следует...